Добрый вечер! Это программа «Попутчик» в студии Павел Фёдоров. Ну что ж, у нас заканчивается с вами июль, самый разгар летних отпусков. Многие отправляются на дачу, кто-то подальше в автопутешествия, естественно, на автомобиле, может быть, с семьёй. И, как следствие, у многих из нас с вами появились вот такие вот зелёные кусочки плотной бумаги. Это, конечно, как вы сами понимаете, временное разрешение на управление транспортным средством. То есть мы где-то нарушили, либо инспекторы ГИБДД посчитали, что мы нарушили и решили выписать нам протокол об наставительном правонарушении. Что делать в таких ситуациях? Как можно отстоять свои права в случае, если у вас серьёзное правонарушение? Мы сегодня узнаем у нашего давнего консультанта, юриста Сергея Смирнова. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, есть мнение, что такое бытует в народе, что до суда лучше не доводить. В нашей стране лучше договориться на месте, что, конечно, подразумевает под собой какие-то нелегальные действия. Постараться уговорить инспектора. Даже вот есть такой вариант, без денег, без всего, просто как-то умилостивить и так далее. Но ни в коем случае не обращаться туда, где уже решает всё закон. Действительно так страшен чёрт, как его молют? Или всё-таки суда не надо бояться? Там защищают не только права простых граждан, но действительно там защищают. Вот как я хотел сказать. Ну, сразу скажу, что суд сам по себе не защищает. То есть нельзя говорить, что суд это какой-то орган, который вот всех, по мнению сотрудников ГАИ-нарушителей, начнёт защищать. Суд это такая инстанция, когда есть сторона, скажем так, обвинения, это ГАИ, да, и есть сторона обвиняемая, это водитель. Сотрудники ГАИ составляют свои материалы, можно подробно рассматривать там какие. Направляют это судье. Они обязаны доказать, что водитель чего-то нарушил, и за это его подлежит сурово наказать. Судья не обязан защищать водителя. Точно так же судья не обязан или не обязан идти на поводу у ГАИ. И суд, как орган, независимая наша власть, да, обязан проверить все доводы, которые приводят обвинения, посмотреть, нет ли каких-то сомнений в этом, нет ли каких-то двусмысленностей, неоднозначностей, правильно ли были использованы те методы, когда получал сотрудник ГАИ доказательства. Выслушать объяснение водителя и на основании вот этих всех доказательств рассмотреть полностью, всесторонне, и на основании своего личного мнения, сложившегося в результате рассмотрения дела, вынести справедливое и объективное решение. Наказать водителя или же признать, что доказательств недостаточно, и отпустить водителя с миром. Поэтому говорить о том, не доводить до суда. Ну что значит не доводить до суда, что там тебя не защитят? Нет. Тот нарушитель, который реально нарушил, вполне возможно, он, конечно, до суда доводить не будет, потому что он понимает, в суде уже взятку не предложишь. Тема решить вопрос на дороге, я бы ее вообще закрыл, эту тему на самом деле, и предупредил бы водителей, что за это предусмотрена очень серьезная ответственность. Это не игрушки, дают реальные сроки. И практика есть, это не на бывании, не условно. Да, и такая есть практика. Более того, хочу предупредить, что, на мой взгляд, с 1 сентября это будет еще жестче. Сейчас будет вступить в силу новый регламент, на основании которого ГАИ будет действовать. С них спросу станет больше, но я думаю, эта служба и с водителя будет спрашивать также больше. И не дай бог, кто-то будет предлагать какие-то деньги за то, чтобы закрыть. Конечно, не без этого, к сожалению, как показывать практику. Ну что ж, дорогие телезрители, как вы поняли, мы сегодня обсуждаем тему вот такого судопроизводства в отношении водителей в самых разных ситуациях. Поэтому звоните, мы находимся в прямом эфире. По-прежнему у нас осталось еще очень много вот таких часов телеканала «Автоплюс». Зададите интересные вопросы, обязательно их получите. По понедельникам это происходит. Поэтому не стесняйтесь, звоните, присылайте свои смс-портал. Какие-то реальные истории. Обращались ли вы в суд, то есть приходилось ли вам иметь дело с мировыми судьями, может быть, какие-то, не дай бог, уголовные дела были в отношении вас. Как это происходило, как вы защищались, как отставили свои права. Это будет интересно и нам, и, конечно, телезрителям. Поэтому обязательно звоните и рассказывайте. Что касается вот «Времянки». Насколько я знаю, в суд автоматически попадают дела за какие-то серьезные правонарушения. В первую очередь суд решает вопросы, когда в качестве наказания предусмотрено лишение права управления, административный арест. Вот у меня «Времяночка» за встречку, да, типичное дело. Да, это самое распространенное, по большому счету, после управления в состоянии алкогольным опьянения, отказ от освидетельствования. Самое распространенное – это выезд на полосу встречного движения. В этой ситуации никакой альтернативы лишению права управления нет. Поэтому «счастливому» обладателю всего документа грозит от 4 до 6 месяцев лишение права управления. И материалы дела направляют в суд, и только судья в праве решить, останется водитель без удостоверения или не останется. Как действовать в случае, если правонарушение произошло где-то далеко от дома? То есть вы ехали, допустим, не на дачу, а вот в путешествии, как я начал сегодня программу «Что у нас отпуска?» Люди где-то находятся далеко, в незнакомых районах, областях. Может быть, кто-то поехал в другую республику. И такое бывает. Как у водителя стресс. То есть вы долго в дороге, много часов за рулем, незнакомые какие-то места, возможно, вечер. Можно просто растеряться, что-то не так, подписать какой-то не тот документ, не сориентироваться. И таким образом автоматически лишить себя какой-то возможности защищать в суде. Вот что нужно сделать водителю на месте, когда он не нарушал? То есть мы сейчас говорим о тех случаях, конечно же, как избежать некой ответственности в случаях, когда вы действительно нарушили. А, допустим, не нарушал, но инспектору показалось, скажем, что вы нарушили тот или иной пункт правил. Превышение скорости, было серьезное либо выезд на встречку, либо какие-то еще нарушения, которые предполагают собой изъятие водительского удостоверения. Что нужно сделать в первую очередь? Ну, даже независимо от того, нарушал водитель или не нарушал, показалось инспектору или инспектору доподлинно это известно, есть соответствующие доказательства. Дело в том, что каждый гражданин у нас по закону, самый основной у нас закон Конституции, имеет право на судебную защиту. Этого права никто лишить не может. Более того, гражданин имеет право на судебную защиту тем судом, которые вправе рассмотреть это дело. По административному кодексу, если водитель был задержан, ну, скажем так, остановлен инспектором где-то далеко от дома, это у нас страна настолько большая на самом деле, можно выехать из Москвы, да, где-то в районе Владивостока тебя останавливает инспектор, составляет документы, направляет это в суд. Общее правило дела рассматриваются по месту совершения административного правонарушения. То есть это автоматично нужно прервать свою поездку, задержаться вот в незнакомом городе? Более того, не только задержаться, ведь судопроизводство административное, оно таким образом устроено, что неизвестно, оно может закончиться за один день. Возможно, нужно вызвать свидетелей, какие-то запросить дополнительные материалы, дело может откладываться. И встает вопрос, либо поселиться где-то рядом с судом и ждать, пока закончится, либо постоянно мотаться домой и обратно. Чтобы избежать этого, законодатель предусмотрел такой вариант. Произошло далеко от дома, нет желания мотаться в этот суд, никаких проблем. При составлении административного протокола есть графа объяснения правонарушителя. Прямо в этой графе правонарушитель пишет заявление. Прошу направить дело для рассмотрения по месту моего жительства, либо по месту регистрации транспортного средства. Самый простой вариант по месту моего жительства. Автоматически. Сотрудник ГАИ не вправе отказать в этом. Это безусловное право. Сотрудник ГАИ, как только водитель эту фразу написал, все материалы дела через свой отдел ГАИ направляет в отдел ГАИ по месту жительства. Правонарушителя предполагаемого, потому как у нас пока решение в силу не вступит, о привлечении к административной ответственности, так же как и уголовный приговор, мы считаемся не нарушителями. Тем не менее, нередко в протоколах внизу фигурирует, где надо расписаться, слово «нарушитель». Есть такое, да. Попадаются такие еще протоколы. Они, кстати, немножко различаются в разных областях. Но вот где-то есть прям... Везде должно быть, возможно, это какой-то старый протокол, должно быть лицо, в отношении которого ведется дело административного правонарушения. Рассматривается дело административного правонарушения. Пока это не нарушитель. И повторю, как только подобное заявление о рассмотрении по месту жительства, то есть из ГАИ по месту совершения, направляется в ГАИ по месту жительства водителя, и оттуда в мировой суд по месту жительства водителя. И вот там уже это дело будет рассматриваться. Бывают такие забавные ситуации, когда обратная проблема произошла в одном месте, вы живете в другом. Направили дело по месту вашего жительства. Рассматривается дело. И вдруг выясняется, что необходимо вызвать сотрудников ГАИ. Вот тут им уже придется покупать билеты на самолет. Вот тут они... Я считаю, это правильно. Коль скоро они уверены в том, что я совершил правонарушение. Более того, по закону они обязаны это доказать. Я вообще ничего не обязан доказывать. Ребята, считайте, что я нарушитель. Докажите. Ну, конечно, на практике это немножечко по-другому. Им достаточно составить протокол, направить, написать рапорт, где они подтверждают, что вот они такие честные и красивые. Действительно, все это было так и никак иначе. Понятно. Ну что ж, у нас есть первый звонок. Мы продолжим обсуждение вот этих вот пересылок. Есть несколько вопросов уже на форуме. И есть первый звонок по телефону. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Владимир. Это город Череповец. Город Череповец. Значит, очень прекрасная у вас передача. Я всегда вас смотрю. Это очень прекрасно все. Ситуация такая. У меня напарник попал. Дорожно-транспортное происшествие. Двустороннее движение. В полосе ДТП. Стало объезжать через двойную сплошную. Значит, тут уже сотрудники ГАИ. Часть машин успела объехать. А вот их вот заступили. Забрали права. Вот до решения суда. Ну, то есть, как бы, человек расстроенный. Правый ряд был битком забит. И, ну, вот, пришлось через двойную сплошную объезжать ДТП. И вот, как бы, ну, ситуация какая. Штрафы, по идее, две с половиной тысячи. Но права забрали. И, как бы, угроза лишения прав. У нас вообще в городе, как бы, не было на такое указание. За малейшее, там, где чего, лишение прав. Слишком много машин развелось. Вот ваша точка зрения, вот на этот момент. Спасибо большое вам за вопрос. Вот мне, особенно, последняя ваша реплика, Владимир, понравился. У нас в городе вообще вот негласно принято лишать за все, что угодно. Вот это как, вопреки вот кодексу, который у нас имеется. То есть, муниципальные власти могут так принять решение устно. Очень многое у нас делается вопреки, к сожалению. То есть, такое может быть. Такое может быть. Но не за все нарушения, естественно. Может быть, указание максимально жестко рассматривать каждый конкретный случай. Вот, например, то, что рассказано было телезрителям. Начнем с того, что здесь, ну, абсолютно неправильное толкование закона. То, что водитель при занятой правой полосе объезжал через двойную сплошную препятствие, а это препятствие, то есть два столкнувшихся или больше там автомобиля, никоим образом не может быть рассмотрено как правонарушение, за которое предусмотрено лишение прав. Это нарушение попадает под часть третью статьи 12.15, где говорится, выезд на полосу встречного движения в нарушение правил, пересечение двойной сплошной, это, безусловно, нарушение правил, связанное с разворотом, поворотом налево, объездом препятствия, дальше от тысячи до полутора тысяч. Никакого лишения там нет. Поэтому непонятно, почему речь идет о двух с половиной. Видимо, у них там свои какие-то... И, конечно же, это нарушение, но нарушитель, если уж говорить о том, должен нести ответственность, но обязательно ответственность на основании закона. Если мы будем каждого водителя, который уж, я не знаю, там проехал на красный сигнал светофора, лишать прав, да, человек будет наказан, он будет наказан незаконно. Это неправильно. Ну да, если мы с вами рассмотрим ситуацию просто по жизни, все-таки человек, выехавший на встречный полу, создает опасную ситуацию на дороге. Да, нужно объезжать, но надо смотреть, что происходило на месте, а вдруг был встречный поток очень сильный, а вдруг это было темно, да, или что-то еще. Вот как раз с точки зрения задач ГАИ. Основная задача ГАИ, которая прописана в сегодня существующем наставлении по работе ДПС в законе о безопасности дорожного движения, это обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств. Коль скоро произошла авария, коль скоро правый ряд настолько забит, что он просто вот стоит, движения нету, тогда сотрудник ГАИ вместо того, чтобы останавливать и привлекать к ответственности, составлять протоколы вот этих нарушителей, он же регулировщик. Ну выйдите, сделайте возможность, чтобы автомобили объезжали. То есть обеспечить безопасность. И справа. Безопасность и беспрепятственность. С одной стороны сделать одну полосу здесь, разгрузить этот поток, не будет пробки, будет нормально. И это позволит и им, в свою очередь, быстрее оформить аварию. Встречный вопрос сразу. Понятно, что сотрудники на месте действуют так, вот руководствуясь каким-то, возможно, своим мнением или своими инструкциями, я точно не знаю, да, но тем не менее, а можно ли привлечь сотрудника, вот подать встречный и сказать, вы знаете, вместо того, чтобы разрулить ситуацию на дороге, да, люди стоят в пробке, да, он стоит и караульт, вот когда кто-то выйдет на встречку. И спадать нельзя в этой ситуации. Максимально, что можно сделать, это подать жалобу на действие конкретного должностного лица. Но только в том случае, если его действие или бездействие, кстати, только в том случае, если этим действием или бездействием нарушены наши с вами права. Если я стою уже вот час, полчаса, 20 минут, не знаю, там 15 минут и не еду, и не потому, что я этого не хочу, а потому, что вот реально стоит сотрудник ГАИ и ничего не делает. Если заснять на видеокамеру, то есть нужны доказательства, подтверждения выйти. Если просто так вы придете в суд и скажете, я вот не согласен с этим инспектором, да, он неправильно выполнял свои обязанности, либо он их вообще не исполнял. Я спросил, ну а чем это подтверждается, кроме ваших слов? Ну вот ничем, есть свидетели. Лучше, конечно, попытаться каким-то образом привлечь свидетелей тоже можно. В идеале заснять на видео. Вот тогда можно привлечь, но опять же, суд, удовлетворяя эту жалобу, должен восстановить нарушенное право. В этой ситуации, если вы никуда не едете, да, как бы суд должен, восстанавливая право, дать вам проехать, но вы к тому моменту уже так проедете. Уже на этом проедете, конечно. Ну, для чувства собственного, как бы, успокоения, да, и для чувства того, что я все-таки победил систему, да, можно подать такое заявление в виде жалобы на действие, либо бездействия должностного лица. Ну, мне лично кажется, что вот такими делами занимаются уже люди, которым, в общем-то, есть чем заняться, нечем, точнее, заняться в свободное время, либо там мало работы, либо вот, в общем, как-то нет никаких... А вот тем людям, которым есть чем заняться, рекомендую отправлять не жалобы в суд, потому как это долго, это требует затраты, там, адвокатов привлекать, либо самому написать заявление на имя руководства этого же отдела ГИИ по почте отправить. Возможно, чем больше будет таких заявлений, тем меньше будет сотрудников, которые вместо того, чтобы действительно делать работу, занимаются непонятно чем. Ну что ж, мне кажется, да, это самое разумное. У нас еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Вас беспокоит Сергей из Москвы. Спасибо вам за вашу передачу, очень много полезной информации. А вот у меня проблемка вот такая вот была. Я люблю кататься по ночным, ну, в выходные дни, по ночной в Москве. Ехал по набережной, меня остановили сотрудники ДПС. Вот. Ну, предъявите документы, пожалуйста. Я предъявил, без проблем, откройте багажник, осмотреть машину. Я открыл, но они полезли с руками в багажник и в салон машины полезли. Я их остановил, спросил, за что вы делаете. Они говорят, осмотрим автомобиль. Я говорю, ребят, не путайте осмотр с досмотром. Он говорит, хорошо, вставайте вот сюда, вот заправить документы. Пошли дальше заниматься тем, чем занимались. Потому что устанавливают машины и дальше продолжают их дам. Документы проверять там, так все, что угодно. Через полчаса я к ним подхожу, говорю, ребят, чего ждем? Они говорят, что по закону мы понятых можем искать три часа. И, соответственно, идите отдыхать и дальше, и делайте свое дело. Я еще постоял. И насколько правомерно их недвижение, вот так-то они делают. Очень интересно. И как с этим бороться, если можно? Отъясните, пожалуйста. Очень интересная ситуация. Спасибо вам за такой рассказ. Что это могло быть? Даже сложно представить себе ситуацию. На самом деле это ужасно. Это ужасно. Это реальное нарушение прав нас с вами, как водителей, граждан. Начнем с того, что фактически превышая свои полномочия, сотрудники ГАИ, путая или намеренно это делая, подменяют понятие осмотр и досмотр. Еще раз, вот я начал говорить, с сентября этого года будет действовать новый регламент, новые наставления, как сотрудники ГАИ будут действовать при своей работе. Там как раз четко прописано, чем отличается осмотр от досмотра. Видимо, раньше сотрудники этого не понимали, и тут руководство решило для них это популярно объяснить. Осмотр, это, собственно говоря, и раньше было всем известно, но за, видимо, исключением вот этих сотрудников, которые у вас, уважаемый Сергей, полчаса мучили. Осмотр – это визуальное, скажем так, наблюдение за содержимым автомобиля, не проникая вовнутрь. То есть подошел и осмотрел. То есть багажник открывать – это уже досмотр? По большому счету они могут попросить. Да, если водитель не возражает, открыл, опять же, осмотрел, все, вот там ничего трогать нельзя. Все остальное, проникновение в салон, перебор там этих вещей, еще что-то – это досмотр. Вот досмотр совершается с составлением обязательного протокола, с присутствием двух понятых, но, естественно, никаких трех часов для того, чтобы искать понятых, нет. Три часа – это срок административного задержания. Видимо, сотрудники ГАИ, которые таким образом действуют, рассчитывают на то, что раз водитель проявляет что-то такое, вроде как он умный, что их обижает. Почему? Мы тут короли, а вы нас тут пытаетесь что-то там еще учить нас. Вот будешь здесь три часа сидеть. Как с этим бороться? Ну, в первую очередь, советовал бы каждому водителю, сейчас доступ, я думаю, есть у всех в интернете, зайти на сайт ГИБДД официальный, там есть телефонные службы собственной безопасности, куда можно всегда позвонить по каждому региону, где бы это ни было. В такой ситуации звонок, звонок записывается везде, сказать конкретный номер автомобиля, проблему, что вот я стою уже там 30 минут, и вот все как происходит. Будет, естественно, звонок в дежурную часть ГАИ, свяжутся с автомобилем, а вопрос будет решен, практика показывает, что это так. Нам пришла смс, рекомендую также обратиться, если не знаете телефон, именно вот, соответственно, подразделение ГАИ, можно просто позвонить 02 или дежурному по городу. Да, можно и так, они уже сами потом соединят, да, и там также телефоны все записываются, в случае каких-то проблем всегда можно это подтвердить. Ну что ж, будем надеяться, что ответили. Приходят еще вопросы. Ростовская область. Существует ли понятие мнимая и сплошная? Дорога широкая, 40-50 сантиметров, без разметки. В городе Шахты очень любят инспекторы ГИБДД останавливать на этой дороге и вменять, я так понимаю, вот, сперечную полосу. Практика такая существует. Дело в том, что правила дорожного движения говорят нам о следующем, что при отсутствии разметки водитель каждый сам определяет количество полос. С учетом ширины проезжей части, ширины транспортного средства и количества транспортных средств на дороге. Бывает такое, что фактически, да, дорога настолько широкая, что там реально 4 полосы, то есть 2 туда и 2 обратно. Поэтому водитель должен вести транспортное средство, учитывая, если нет, вот как раз ширину проезжей части и не выезжать на полосу встречного движения. Доказать тот факт, как сотрудники ГИБДД останавливают, пишут рапорты, более того, рисуют схему. Схема это вообще отдельный разговор. На мой взгляд, непонятно, каким образом схема включена в вид доказательств. Как сотрудник ГИБДД может нарисовать схему движения. Это же не видеокамера. Как он может зафиксировать, что именно он вот так вот ехал, а не как-то по-другому. Да, очень странно. Ну, по крайней мере, можно указать вектор, мне кажется, что ехал туда, а не обратно. Направление, да. А вот как конкретно и как он находился с привязкой на дороге, а это имеет большое, на самом деле, значение. Ведь в этом случае, про который нас спросили, даже там 30 сантиметров имеет значение. И в этой ситуации, по своей практике, могу сказать, что добиться оправдания достаточно реально, на самом деле. Ну что ж, давайте немножечко вернемся к нашему обсуждению. Значит, если, опять же, вот ситуация со встречкой, да, остановили, по мнению инспектора, вы говорите, что невиновны, вы не выезжали. Инспектор говорит, да нет, вот вдалеке, и, допустим, есть камера в машине, и сейчас у нас очень хорошо оснащены все сотрудники ДПС, могут вам, наверное, продемонстрировать выезд. Ну, зачастую, вот положение камеры, вот как мы работаем телевидением, знаем, что можно снять с разных ракурсов и планов, можно снять таким образом, что непонятно ничего. Зачастую вот эта видеозапись очень спорная. Как действовать? Что должны у вас спросить сотрудники ГИБДД? Каких они свидетелей должны привлечь? И как это происходит? Вот каков порядок действий? Ну, спрашивать они обычно, сразу скажу, ничего не спрашивают, и по большому счету не должны спрашивать. Останавливая водителя за предполагаемые нарушения, естественно, должны ему об этом сказать, что так и так мы вас остановили, зато, например, выехали на полосу встречного движения. Согласие или несогласие водителя для сотрудников ГИБДД абсолютно не важно. Обязаны продемонстрировать видеозапись или не обязаны? В этой ситуации они не обязаны продемонстрировать, они обязаны, коль скоро это является доказательством, предоставить его и передать в подтверждение для рассмотрения дела в суде. Обычно это распечатка в виде фотографии, может быть, несколько фотографий, кэшпокадровая, где видно, что обязательно должно быть видно, что автомобиль двигается и при движении пересекает, например, сплошную линию разметки. Сразу скажу, что по такого рода делам, если есть реально заснятые кадры, где сомнений нет никаких, а сомнения могут быть номер нечитаемый, не видно, кто реально за рулем. Если это факты есть, то уже можно говорить о том, что факт того, что это был я в это время в этом месте, не доказан абсолютно. Если судья не сможет сличить, обычно за рулем не видно, кто видно силуэт, но номер всегда видно. Но если и номера по какой-то причине не видно, не видно четко, что автомобиль пересекает сплошную линию, можно говорить о недоказанности, ссылаясь на принцип презумпции невиновности, просить суд дело производством прекратить. Убедить суд очень сложно. Для этого должно быть реально ничего не видно. Понятно. Но обычно, опять же, если дело происходит вечером, далеко от дома, понятно, все мы люди разные, кто-то очень уверен на себе человек, готов оставить позицию всегда. Кто-то в таких ситуациях, когда дело происходит где-то ночью, допустим, дети маленькие в машине, хочется поскорее продолжить путешествие. Люди, не глядя, подписывают протокол, зачастую забывают указать, прошу рассмотреть по месту регистрации транспортного средства, подписывают, ставят подписи, им говорят вот здесь, 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 ставят галочки, человек на автомате подписывает и все. Что здесь нужно указать в протоколе? Нужно ли что-то писать в объяснениях? Нужно ли его вообще подписывать? Протокол подписывать нужно, потому как, если его не подписывать, то защиты не добьешься. Дело в том, что три подписи ставятся в протоколе. Это то, что копия протокола вручили водителю, права зачитали, которые предусмотрены административным кодексом. В большинстве случаев, конечно, не зачитывают. Это не так, как в американских фильмах. Да, еще некий парадокс. Если мы помним, то у нас, в общем-то, когда инспектор заполняет бланк, у него имеется, ну, что-то вроде копирки, да, то есть у него... Он самокопирующийся протокол. Да, один протокол внизу, другой сверху. И если вы ставите здесь, сверху, подпись о том, что вы уже получили копию протокола, это, естественно, не так, потому что копия-то находится внизу, а не у вас в руках. То есть это уже противоречие. Ну, здесь не противоречие по одной простой причине. Конечно, может быть, если уж так придираться буквально, да, сначала вы мне дайте, а потом я распишусь. Ну, в общем, да. Но даже если вы отказываетесь подписывать протокол, сотрудник ГАИ в присутствии двух понятых укажет, что о подписи протокола отказался. И с точки зрения защиты это абсолютно бессмысленно, на самом деле. Некоторые пишут, я не согласен, просписываться не буду. Важна эта фраза, я не согласен с протоколом? Дело в том, что, опять же, я повторюсь, сотрудник ГАИ, составляя протокол, для него абсолютно не важно, согласны вы или не согласны. Нужно лучше написать не то, что я не согласен, а написать то, как было с точки зрения водителя. Если сотрудник ГАИ говорит, что вы там пересекли сплошную линию разметки, проехали на красный сигнал светового, ну, не знаю там, собственно говоря, любое правонарушение. Вы должны написать так, как было реально, если вы считаете, что вы не нарушали, так и пишите. Вот я ехал так-то и так-то, что подтверждается. Если есть свидетели, обязательно их указывайте в том же протоколе. Понятно. ГАИ сотрудники, у них прямая обязанность любых свидетелей записывать протокол, но не всегда они, точнее, они большей части этого не делают. Даже если в машине сидят там четыре человека, они никогда их не запишут. Если вы сами их не запишите, сразу, это очень важно. Если вы их сразу не записали, а потом пришли, например, в суд или в группу разборов ГАИ и говорите, а вот у меня, оказывается, свидетели, я забыл про них. То здесь уже могут критически к этому отнестись по одной причине. А почему вы их сразу не записали? Может быть, вы потом пошли к юристу, проконсультировались, и он вам сказал, да, посоветовал договориться со свидетелями, с друзьями, что они будут таковыми, просить их, чтобы они в вашу защиту дали показания. Давайте по свидетелям более подробно. Вот бытует мнение, что, допустим, если вы едете с семьей, как это часто бывает, почему-то, что родственники не могут быть свидетелем, дескать, они заинтересованы лицами. Это вот такая бытовая трактовка. Так это на самом деле. Значит, свидетелями может быть абсолютно любое лицо, которому известно о правонарушении предполагаемо. Это могут быть ваши родственники, жена, подруга, мама, папа, дети, все могут быть. Но никто не вправе лишить их возможности дать эти свидетельские показания. Но суд, рассматривая дела, сотрудник ГАИ, рассматривая дела, конечно, может отнестись к этому критически. Да, он примет во внимание. Друг ваш близкий, что он говорит, что вы не нарушали? Ну, я могу понять, почему он это говорит. Понятно. У нас, прошу прощения, очень долго висит звоночек. Спрашивайте, конечно же. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Леонид Михайлович. Добрый вечер. Я уже сегодня третий раз общаюсь с вашим уважаемым, замечательным гостем. Вот, вопрос, даже не вопрос, а вот несколько примеров из моей практики. Это почти вопрос и почти ответ. Вот. Я много лет работал в Западной Германии. У меня был такой случай, когда я ехал по трассе и превысил скорость. Там, вы знаете, там не гаишник, а РОС Блицанлага и прибор специальный, который фиксирует нарушение скоростного режима. Вот. И в итоге мне потом пришла штрафовая квитанция, штрафная квитанция, которую я с временем не заплатил, плюс штрафная квитанция была рассчитана так. Вот вам полагается, за такое-то превышение столько-то, минус на показания прибора погрешность минусовали. В итоге там, скажем так, 80 марок. Ну, я по нашей российской опоздал. Приходит мне напоминание, вы должны заплатить плюс 5 марок за работу компьютера. Плюс каждой квитанции было написано. Рекс век аут нигд аут гэсловцем. То есть право и защита ваша не исключена, но мы располагаем кинофотоматериалами. Я опять прозевал, потом мне приходит третье напоминание, опять плюс 5 марок еще за работу компьютера. И мне говорят так, выбирайте или суд, и вы будете штрафта, там и страховки, вернее, там и кредиты не получишь, ничего. И плюс к тому же еще или из расчета 10 марок за один день тебе долговая тюрьма. Вот такое. Но после этого у меня был еще один случай. Я ехал, у меня украли права, так получилось. Еще я их не успел перевезти на немецкие ПДАЦ. И в итоге меня, значит, как-то остановили. Я ехал по всей Европе 3,5 года, благополучно ничего не нарушая. И вот однажды меня остановили полицейские, вернее, не остановили, остались сзади меня, потому что машина заглохла. От Нюрнберга до Амберга. И они даже не спросили прав, оказали мне помощь. Не спросили, видят мой акцент. Ехали за мной 80 километров, сопроводили до города. И уехали, спокойно, мигнул мне фарами. Вот такая ситуация. Вопрос. Это у нас вообще-то когда-нибудь возможно или нет? А сейчас вопрос, самый главный. Я возвращался с Украины, со своей среди коронины в Россию. И меня вот на таможне все доставили вытряхивать. И абсолютно почему-то так на меня обозлились. Российская таможня. Я поехал в обход главной таможни в Харькове. Там есть рядом, забыл, какая там она. Вот что я должен в этой ситуации предпринимать? Должен вынимать, разворачивать, отворачивать дверцы? Вот какие действия в этих моментах? Спасибо большое вам за такую вот историю и за рассказ. Ну на самом деле, вот мы сейчас несколько так в критическую сторону ушли. Разбираем ситуацию с позиции водителей. Но я думаю, может быть, кто-то позвонит об этом и расскажет. У нас на дорогах зачастую случается, что инспекторы помогают, причем оказывают помощь не ту, которая предписана законом, а просто человеческую помощь. Подтолкнуть, подвести, подсадить. Это бывает, да? И я думаю, люди, которые живут где-то на севере, там сплошь и рядом с этим сталкиваются. Все-таки тоже живые люди. И среди них, как и среди нас с вами, есть там плохие, хорошие. Временно плохие, время-то хорошее и так далее, и так далее. Что касается таможенников, я не знаю, ситуация немножко другая. Не имеет отношения к ГИБДД. Ну, в любом случае, ведь таможенная служба вправе точно так же проводить те или иные мероприятия по обнаружению уже своих таможенных правонарушений. Поэтому, коль скоро идет речь, опять же, о досмотре, то здесь уже идет все на основании таможенного кодекса. Это все права, которые таможенной службе предоставлены. Фактически, по аналогии, это, конечно, то же самое. Все это должно быть не просто так, а в присутствии понятых по одной простой причине. Если это происходит без присутствия понятых, а это некая гарантия того, что не будет произвола, вам чего-то не подкинут, чтобы они фиксировали в случае, если вдруг будет обнаружена, не знаю, там контрабанда, либо запрещенная к использованию или перевозке, незадекларированный товар, чтобы они видели, что это действительно перевозил этот конкретный человек на этом конкретном транспортном средстве. То же самое. На каждом таможенном посту есть соответствующие телефоны, можно обратиться и решить этот вопрос. По-другому, к сожалению, никак. Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, отправились в путешествие, смотрите список телефонов по маршруту следования, самое надежное, даже на сайтах автолюбителей, кто много ездит, можно найти эти списки, которые постоянно обновляются. Просто тем самым вы себя защитите. Вот пришла даже смс-очка, что от одного вида такого списка иногда проблема сама решается, когда вы человеку где-то в небольшой деревне, на трассе, говорите, ну вот давайте позвоним вашему начальнику, называйте еще имя, фамилию. Это иногда действует просто магически. Человек просто не может предположить, что вы едете из другого региона и настолько в курсе. Да, вдруг вы настолько в близких отношениях с этим начальником. Поэтому это иногда действует, как правило, действует на людей, которые пытаются нарушить закон. Давайте времешек к ситуации, чтобы закончить со свидетелями. Еще пришло пара вопросов. Сами сотрудники ДПС обычно в машине находятся два инспектора. Вот второй инспектор имеет право быть свидетелем или нет? Я могу сказать, что и первый имеет право быть свидетелем. Дело в том, что само административное рассмотрение дела предполагает наличие одной стороны. Это водитель. Он является процессуальным лицом, в отношении которого дело рассматривается. Обвинения нету, по большому счету. У нас нет такого понятия. Есть орган, который предоставляет доказательства. Суд. Будем рассматривать суд, так как там более четко понятны процессуальные все права. Потому что в ГАИ у нас дела, по большому счету, положа руку на сердце, вообще не рассматриваются. То есть там формально пришел, виноват, не виноват, иди обжалуй. Все, до свидания. То есть там никакого процесса нету как такового. Это, кстати, хорошо или плохо? Это плохо. Это плохо. То есть больше работы для судей? Вас лишают. Даже ведь есть определенные нарушения, которые до суда и не доходят. Это простые штрафы. Там, не знаю, красный проехал, не пристегнулся по телефону, без хенсфри поговорил и прочее. По обочине проехал. И вдруг это, ну, такое обвинение, ничем не подтвержденное. Вы приходите, у вас есть свидетели, вы хотите сделать запрос по, и службы, которая отвечает за организацию движения, там, какую-то схему, что-то запросить. А вас этого всего лишают. Более того, по своей практике могу сказать, когда ты сотруднику ГАИ в отделе административной практики заявляешь письменное ходатайство, на которое по закону он обязан тут же в случае отказа соответствующее определение написать для него этот документ, вот как будто первый раз он его видит. Ну, сейчас, конечно, уже не так, а вот с момента принятия нового кодекса такое встречалось в каждом отделе. Он шел, советовался с руководством, чего делать на это заявление. Или откладывал, говорит, мы его потом рассмотрим. Ну, это нарушение процессуального порядка. Любое нарушение процессуального порядка лишает водителя права на защиту. В суде там более или менее все четко. Поэтому мы будем рассматривать суд. Возвращаясь к свидетелю. Сотрудник ГАИ и одного, и второго, если их было двое, могут вызвать как в качестве свидетелей, так и в качестве лиц, которые могут пояснить, что они составили на основании чего. В протоколе составили схему, там чего-то непонятно. От них могут вызвать и допросить в этом качестве. А могут допросить в качестве свидетелей, так как он является свидетелем. Он видел, как водитель нарушил правила дорожного движения. Вопрос, опять же, в тему свидетелей. Опять Ростовская область. Дело о встречке. Минут 10 ждали встречную машину, после чего водителю, испуганному газелисту, вот так написано, было продемонстрировано фотографии моего автомобиля на экране монитора, после чего он был записан как свидетель. Вот это свидетель? Это свидетель только того, что ему действительно показали фотографию в определенное время, и он на этой фотографии чего-то увидел. Свидетелем правонарушения он не является. Ведь правонарушение это то, что вот в определенном месте, в определенное время, что-то случилось, и что-то произошло, и это свидетель увидел. Если свидетель остановили через 3 минуты, через 5, неважно на самом деле, он уже самого правонарушения не видел. Ну это же обычная практика настолько, я понимаю. Если вы на пустой дороге... Это обычная практика. Более того, я вам скажу, так бывает, например, свидетель по встречке, понятой при отказе от освидетельствования медицинского... Останавливают нашего брата, сотрудники ГЭИ, и говорят, подписывай. Например, вот ты видел, как он на встречку уехал? Я не видел. Подписывай, что ты в твоем присутствии этот водитель отказался от медицинского свидетельства. Я не видел. Не видел? Тогда ты сейчас тоже будешь ехать по встречке или откажешься от освидетельствования? Что в таких ситуациях? Опять звонить? Многие водители, которые все-таки за своего брата, все братья, да, все братья и сестры водители, точно так же переживает, приходит в суд, подписывает. Если его вызывают, приходит в суд, либо делает замечание. Наиболее правильно, на самом деле, когда тебе дают право подписать как понятому, либо как свидетелю, набраться смелости и написать, что меня действительно остановил инспектор и попросил подтвердить, что я чего-то видел. Все. И поставил подпись. Были в практике случаи, когда понятые подписались без всяких заметок, без ничего. уже все средства защиты фактически были использованы. Понимаю, что уже зацепиться не за что. Вызываю понятых, приходят понятые и рассказывают, как все на самом деле произошло. Что они ничего не видели, что их реально остановили, заставили подписать. И на вопрос судьи, почему вы подписали и не указали, почему вы от этого не отказались. они реально объяснили, что в этой ситуации мы побоялись, что и к нам будут какие-то неадекватные меры со стороны сотрудников ГАИ. Это очень печально на самом деле. Согласен, согласен. Но такая практика есть. Так что, дорогие друзья, надо поддерживать друг друга на дорогах. Если действительно вы не являетесь свидетелем, надо это хотя бы указать. Несколько вопросов сразу на тему таких ситуаций на дорогах. Могут ли сотрудники ДПС нести службу на гражданском личном автомобиле и использовать при этом видеокамеру? Это является каким-то правом. И сразу же сюда вопрос, обязаны ли они предъявить некие документы о том, что они должны нести службу стоять именно в этом месте. Что они недобровольные, я так понимаю, этим занимаются. На сегодняшний день в этом плане, с одной стороны, все вроде как понятно, но полная неразбериха. Наставление по работе ДПС, это основной приказ, на основании которого они работают, предполагает наличие так называемого скрытого патрулирования. Что подразумевает? Это использование служебных автомобилей, не личных, служебных автомобилей без соответствующих опознавательных знаков и раскраски. Понятно. Фактически это обычные автомобили. Применяется это для того, чтобы в том числе составлять статистику, в том числе для того, чтобы выявлять правонарушение. Это одна сторона. И пресекать правонарушение. Это одна сторона. Вторая сторона, любой сотрудник ГАИ, он является, во-первых, сотрудником милиции, в случае обнаружения правонарушения должен принять меры для его, скажем так, пресечения, чтобы оно дальше не совершалось. Видит, что едет пьяный за рулем. Ну, предположительно. То есть, при исполнении, не при исполнении, идет домой после работы. Сам он не может. Но он должен принять возможные меры, не знаю, там, позвонить своим сотрудникам, да, сказать, ребята, вот тут так и так, такая ситуация. Вот это он должен... То есть, не может пройти мимо. Да. Но, опять же, хотел бы акцентировать внимание, что с 1 сентября этому будет положен конец. Не тому, что ничего не будет, ни патрулирования, ничего, а тому, что там четко прописано, патрулирование скрытное будет, но инспектор, который ведет скрытое патрулирование, не вправе будет останавливать и прочее, прочее. То есть, он будет передавать информацию тем сотрудникам, которые исполняют уже свою обязанность в форме со всеми делами. Понятно. Спасибо большое. У нас опять долго висит звонок. Прошу прощения. Спрашивайте, конечно же. Прошу прощения. Добрый вечер. У меня такой вопрос. В начале июня я был оштрафован за езду ближнего цвета у ненаселенного пункта. И инспектор выписал постановленную квитанцию серого цвета с номером и буквами, и номером в полное соответствие, но было отсутствие банки сертификатов и прочего. Реквизитов, куда платить, правильно? Да, да, да. Абсолютно верно. И на мой вопрос он сказал, что сейчас существует база, это была Тульская область, пока не мере в центральном регионе России существует база ГИБДД, куда вы можете обратиться спокойно и оплатить через любой филиал Сбербанка. В течение месяца я дважды приходил, спрашивал, есть ли мои какие-то данные в базе. Ну, операционистка отвечала, что ничего нет. У меня такой вопрос, что делать? Спасибо за... Штраф минимальный 100 рублей, но если другой человек столкнется с более серьезным нарушением, выдать такое же постановление, квитанцию, что делать? Спасибо большое за вопрос. Действительно, одно время появились какие-то некие штампы, да, и причем ответственные сотрудники ДПС где-то вот в регионах, они, в общем-то, заинтересованы, чтобы деньги пришли именно вот туда, да, где, собственно, произошло правонарушение, потому что, я так понимаю, все-таки это некий фонд региона, да. Ну, по закону идет в местный бюджет. Местный бюджет, да, да, да. Когда вы даете такую квитанцию, действительно ли она вообще? Обязаны ли вам дать эти реквизиты или не обязаны? И что действительно делать? Потому что срок годности административного правонарушения это год, по-моему, насколько у меня срок ответственности? Ну, да, то есть не срок годности, а срок, в течение которого, да, лицо уже не может быть привлечено к ответственности, это год. То есть по стечению года, если не исполнено наказание, там, например, в виде штрафа, уже никто не вправе предъявить соответствующие требования. Кстати, не зависит, на самом деле, маленький штраф или немаленький. Вы учтите, что закон вам дает месяц на исполнение этого постановления. Не исполнили, ну, с момента вступления в силу, естественно, не исполнили постановление у органа, который вынес, то есть в ГАИ нет информации, что вы его оплатили, они направляют это дело в суд, могут направить. По большому счету, дело обязаны направить. И там уже будет решаться вопрос о либо аресте, так как вы не исполнили возложенного вас обязанности по исполнению наказания, либо о двойном штрафе. Ну, мы знаем, насколько сейчас перегружена служба судебных приставов. Обычно вот за 60 рублей... Они перегружены, но перегружены, я могу сказать, я непосредственно участвовал в рейдах, они работают очень просто и действенно. Каждый отдел приставов выезжает на дорогу вместе с отделом ГАИ, есть межведомственное соглашение между этими службами. Сотрудники ГАИ проверяют машины на предмет, оплатил, не оплатил, то есть они проверяют, на самом деле, документы. Судебные приставы проверяют по своей базе. Как только выясняется, что чего-то не хватает, денег не оплачено по тем или иным штрафам, даже могут быть элементы и прочее. Даже за мелочь предлагают либо на месте оплатить и дополнительно придется платить сбор специальный, там 7 процентов. Если денег с собой нету, то они могут наложить арест на имущество, магнитолу, на сотовый телефон и прочее. Проблема может быть. Что касается постановления квитанции, во-первых, начнем с того, что она может быть составлена в том случае, если водитель не отрицает правонарушения, в этой ситуации в постановлении в обязательном порядке должны быть проставлены реквизиты по уплате. Если это прямо прописано в кодексе требования по оформлению постановления квитанции. Если нету таких данных, можно говорить о том, что он недействителен. Чтобы потом в суде оправдаться и вас не посадили там, не знаю, на 15 суток, рекомендую не ездить, а просто в письменном виде в этот же отдел ГАИ написать, что уважаемый, мне было выдано постановление квитанции номер такой-то, однако никаких реквизитов нет. Для исполнения прошу вам выслать мне по почте реквизиты. И тогда, если вас в суд вызовут, скажут, уважаемый, почему вы не оплатили? Вот у меня постановление, куда я должен был платить? Вот я письмо направил. Ответа нету. Вопросы все, пожалуйста, адресуйте. То есть надо минимум все это сохранить, что для многих сложно. И отправлять, наверное, заказным письмом, да? Заказным письмом, с уведомлением о вручении, чтобы у вас было подтверждение, что вы не просто куда-то его там выкинули, а действительно отправили не попасть в какую-то неприятную ситуацию. Самый верный способ. И главное, сохранить все вот эти письма, я так понимаю, да? И копии. У нас еще один звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел бы рассказать о ситуации, которая случилась с моим товарищем. Ездил он на юг, на одном из... Будем так говорить. Его останавливает работник ГАИ и говорит, 100 километров назад вы пересекли сплошную линию. При этом в машине нет никаких мониторов, нет никаких видеозаписывающих устройств. На что мой товарищ говорит, а где это видно? Кто это сказал? Он говорит, а ну вот там сотрудники передали, что вот какая-то красная машина иномарка пересекла сплошную линию. Ну вот он говорит, ты что не понимаешь, говорит, что мы тут сейчас все современные, у нас все компьютеризировано и все прочее. На что мой товарищ говорит, ну а как же я под этого увижу? Ну что ему отвечают? Ну что говорит, ну сейчас подсоем, подождем, часика через полтора, через два привезут нам этот материал. Таким образом мы теперь это все покажем. Вот насколько промоумерные действия были этого работника ГИБДД. Это первый вопрос. Это второй вопрос. Есть же положение, что тот сотрудник, который не видел этого нарушения, не имеет права составлять протокол. Как в этом случае быть? Спасибо большое за два вопроса. Первый, мне кажется, очевиден. Надо предложить оформить. Мы уже говорили о том, что предъявлять эту видеозапись вам никто не обязан, это будет доказательством в суде. Но если все по закону, действительно инспектор видел это правонарушение, он должен тут же немедленно... Судя по словам инспектора, если это действительно было так, я думаю, что все-таки стоило бы посоветовать этим сотрудникам ГИ сделать все возможное, чтобы найти этот какой-то красный автомобиль. Потому что что за какой-то красный автомобиль, не совсем понятно. А что касается положения, что не может сотрудник ГИ составлять протокол, если он этого не видел, не совсем так. Дело в том, что он может составить этот протокол на основании тех данных, которые ему будет предоставлен, например, его напарник. Бывает такое, что один стоит на дороге, исполняет свои обязанности, второй в этот момент находится в патрульном автомобиле. Один обнаружил правонарушение, остановил водителя, взял документы, подошел к второму и сказал, совершенно верно. Можно обратить внимание либо в группе разборов ГИ, либо в суде на этот факт, что человек, который составлял протокол, фактически этого не видел. Но уверяю вас, что в подобной ситуации будет вызван как раз его напарник второй, и он даст свои показания и объяснит, что действительно это было так, и суд скажет свою коронную фразу. У суда нет оснований не доверять инспектору ГИ, потому что он находится при исполнении обязанностей, и суд не усматривает в его действиях либо поведении умысл вас оговорить. Хотелось бы между тем перейти чуть дальше. Нас оформили на месте, допустим, мы все сделали правильно. Я возвращаюсь к той истории, которую начали в начале программы. Материалы все направляются в ваш суд. Сколько должно пройти времени? Есть ли какой-то срок по закону на пересылку? Вот опять же, если возвращаться к той фразе, вот говорят, вот пришло мнение, что если указать, прошу рассмотреть по месту жительства, это какой-то один срок, а если по месту регистрации транспортного средства, то есть некий фиксированный срок два месяца. Так ли это? Два месяца это не срок, в течение которого дело должно перейти с одного места в другое. Два месяца это срок, в течение которого должно быть дело рассмотрено и вынесено соответствующее решение. То есть дело не может быть, и человек не может быть привлечен к ответственности по истечении двух месяцев после совершения правонарушения. Но как раз в таких случаях, когда человек решил воспользоваться правом на рассмотрение дела по месту жительства и пишет соответствующее ходатайство, дело пересылается. Сроков, сколько оно будет идти по почте, не установлено. Не установлено. Это все зависит от того, как работает наша почта, которая работает, к сожалению, не очень оперативно. То есть это могут быть года? Ну, года-то нет, конечно, но могу сказать, что, например, был случай, когда в Тверской области в Москву материал шел фактически месяца три. Уж я не знаю, через какую страну он шел, тем не менее, наконец-то он дошел. И на это время, пока он не попал к уполномоченному должностному лицу, то есть к судье, который вправе рассматривать это дело, этот срок приостанавливает. У меня сразу еще один вопрос. Вот на моей времяночке указано, что срок-то, в общем-то, действия ограничен. Максимально сейчас два месяца. Два месяца. Если дело идет три месяца, что делать человеку, который еще является невиновым в течение месяца? То есть он уже наказан. Здесь в законе все прописано, на практике возникают вопросы. В законе прописано временное удостоверение, если истекает его срок, продлевается должностным лицом. Это вот здесь, сзади, да? Да, это выписка. Уполномоченным на рассмотрение дела. Кто уполномочен на рассмотрение дела? Естественно, если речь идет о временном, это лишение права управления. Вы написали заявление о ходатайстве по месту вашего жительства. Уполномоченным должностным лицом является мировой судья по вашей улице, где вы живете. Приходите к нему и говорите, уважаемый суд, продлите мне временное разрешение. Уважаемый суд делает большие глаза и говорит, я не могу понять, а в чем речь-то? Вы объясняете, что так и так, там-то и там-то. У меня забрали права, отправили. А судья говорит, а я-то здесь при чем? У меня-то еще вашего дела нет. Конечно, оно еще в пути. Так, и что делать? В этой ситуации идете в ГАИ по месту своего жительства. То есть начинается такое обивание порогов? Начинается, как у Булгакова. То есть туда-сюда бегают, 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 бегают. И вот у меня коллега таким образом бегал очень долго, фактически, наверное, целый год. В конце концов его оправдали, слава богу. У него временное разрешение было все утыкано. Судья, не желая рассматривать и не желая продлевать, куда его только не отправлял. И к председателю районного суда. То есть в законе, на мой взгляд, прописано все очень четко и понятно. Если у судьи нет этого дела, максимум, что он может сделать, сомневаясь, это направить запрос в ГАИ. Но это все время. Стоит вопрос. А на время вот этих всех хождений запросов что делать водителю? Человек-то страдает? Только идти в ГАИ и решать вопрос, чтобы ему продлили это временное разрешение. Обязаны там решить вопрос положительно? Ну, опять же, уполномоченным должностным лицом является суд. И суд должен продлевать. То есть здесь как-то прописали, но не очень. Может быть, и с одной стороны просто, но с другой стороны очень просто и настолько просто, что не всем стало понятно. Сложная ситуация. Я думаю, многие с этим сталкивались. Тем не менее, дорогие друзья, нужно все-таки пробовать. Действительно, самое верное... Начинать надо суда. Суда. В суде не получается идти в ГАИ по месту жительства. Ну что ж, вот по поводу защиты. Мы подошли, на самом деле, к самой интересной теме, но уже под конец эфира. Давайте скажем несколько слов и ответим на кое-какие вопросы. Несколько вопросов пришло. И, в общем-то, по верстке нашей программы хотелось обсудить вопрос. Возможно ли самостоятельно отстоять свою правоту в суде? Мы сейчас говорили о том, что нужно ее доказывать, собирать доказательства, все это делать правильно, своевременно. Вот есть ли шанс у человека, не являющегося по образованию юристом, далекого от этих всех дел, просто у простого водителя, отстоять эти права самостоятельно? Или лучше бегать к помощи профессионалов, юристов, адвокатов? Лучше, конечно, если есть возможность все-таки воспользоваться услугами профессионала. То есть шансов самостоятельно решить эту проблему? Нет, вовсе не, потому что без юриста шансов нет. Шансы есть, если человек действительно не совершал то или иное действие, правонарушение, приходит в суд, например, даже без защитника, адвоката, представителя, и просто своим языком объясняет суде, как все было. Суд может принять все это во внимание и оправдать водителя. Почему я говорю, лучше всегда прибегать к услугам профессионала? Во-первых, нужно оценивать те доказательства вины, которые предоставлены сотрудниками ГАИ. Есть много нюансов, как составлен должен быть протокол, как получаются, могут быть получены те или иные доказательства. То есть задача юриста проанализировать дело, проанализировать доказательства, акцентировать внимание суда на недостатки, недочеты, сказать, что вот это доказательство, прошу к нему отнестись критически, потому что оно никаким образом не соответствует закону, полученному с нарушением. Это тоже исключить. То есть максимально сделать действий юридически правильных, чтобы у суда закрались сомнения. Потому что он действительно не виноват. Более того, в результате рассмотрения дела могут возникнуть такие вопросы, на которые человек, не обладающий знаниями процессуальными, юридическими, может быстро не среагировать нужным образом. И только лишь из-за этого не воспользоваться какой-то помощью. Что впоследствии может его лишить права не только на защиту, но и фактически на выигрыш дело. Вот с этой точки зрения нужно, конечно, пользоваться. Хорошо. Я думаю, многие, кто сталкивался, уже обсуждали вопрос, вот как прибегать к этой защите. Мы знаем, что сейчас у нас есть услуги, по-моему, 700-800 рублей в зависимости от региона. Это просто написание, такое разовое написание ходатайства в суд. То есть человек сам не знает даже по форме, как написать образцов. Где-то они есть, где-то их нет. А целиком защита по такому административному правонарушению может достигать 20-30 тысяч рублей. В то же время в некоторых судах вам могут предложить для защиты некого студента юридического факультета, который набивает руку на этих делах. Как разобраться, если вы выбираете защитника, куда лучше обращаться и насколько это зависит успех дела от человека, который вас защитит. В первую очередь, просто хотел бы поправить, в судах не будут предоставлять подминистративным делом никаких юристов и защитников. По закону не положено? Нет. Значит, максимум, что могут посоветовать, обратиться в юридическую консультацию адвокатское бюро, кабинеты и прочее. Либо в юридические фирмы. Что касается бесплатных, есть такая практика, когда не только юридические консультации, то есть адвокатские какие-то образования, но и юридические фирмы для того, чтобы как раз стажеры, юристы, которые только получили дипломы, либо еще учатся на юридических факультетах, набирали практические навыки, могут предоставить вам бесплатно этого начинающего юриста. Хорошо с точки зрения, что платить ему не надо. Неизвестно, как он, собственно говоря... Как он хорошо учился. Как он хорошо учился, как он сработает. Бывает такое, что молодые люди абсолютно хорошо себя чувствуют, уже натасканы на этом деле и очень хорошо в этом разбираются. Общие рекомендации, в первую очередь, обращаться реально к тем юристам, адвокатам, которые в теме. То есть не вообще, да? Например, человек занимается жилищными вопросами. Понятно. И тут ему говорят, у меня административное дело связано с автомобилями. Он может, конечно, посмотреть нормативно-правовую базу, законы, положения. Но для этого необходима практика. То есть нужно действительно заниматься этими делами. Они настолько специфические, что иногда, если человек не занимается подробно этой категорией дел, может что-то упустить. Хотя, естественно, юрист-профессионал, который занимается большинством дел, он может разобраться и в этих проблемах. Ну что ж, у нас несколько минут до конца. Давайте ответим на крайний звоночек на сегодня. Добрый вечер, слушаем вас. Если можно, очень коротко. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Можно ли проходить техосмотр по рукописной доверенности на печатном бланке? Это у меня у сына. У него срок кончается, но его нет, он уехал на юг. Можете, главное, чтобы была его подпись. Только по генеральной доверенности. И второе. Вот у меня отобрали достоверение, правда, было давно. Это облога АИ. Я живу в районном центре. Обращался туда несколько раз. Мы выслали, а наши не получили. Мы выслали, наши не получили. Прошли все сроки, мне пришлось снова пересдавать права, как вроде бы я только первый раз сдаю. И я начинаю спрашивать, а как практически, где я могу найти? Только обращайтесь в суд на почту. Но я должен обращаться на почту. Время ГАИ я это должно подразделать. Все, спасибо. Вам спасибо. Ну что ж, мы уже ответили на первый вопрос. Действительно можете. Главное, чтобы была подпись на этой доверенности вашего сына. Что касается прав, если уж потеряли сотрудники ГАИ, не нужно вам было пересдавать, получать заново. Нужно было обратиться по месту вашего жительства в регистрационное подразделение с заявлением о выдаче дубликата в связи с утерей. Ну что ж, дорогие друзья, очень сегодня такой насыщенный получился эфир. Мы только затронули тему судов. И в частности, именно административного судопроизводства. А суды, в которых участвуют автомобилисты, у нас бывают гражданские и, не дай бог, потребительские, со страховыми комментиками. То есть это очень такое обширное поле информации. Огромное спасибо Сергею Смирнову, который уделил время нам и вам. Но, как вы понимаете, мы с ним сейчас простимся ненадолго, потому что с 1 сентября вступает новая поправка в кодекс, насколько я понимаю. В кодекс будет новое правило, новый регламент по работе ГАИ. Да. Соответственно, это повлечет массу изменений. Будем надеяться, что вы, Сергей, или ваши коллеги введут на всех курс дела, как отставятся и права, что должны будут делаться сотрудники ГИБД, что не должны. И, в общем-то, это все всем будет полезно знать. Ну, кроме того, хотелось бы продолжить общение на тему судопроизводства, как себя вести, как выбрать защитника и как, в общем-то, что ожидает тех, кто все-таки решил встать на путь не короткий, да, расплатиться на месте, тем самым подвергать угрозе себя и, в общем-то, тех сотрудников, которые вы даете взятки, вы оказываете им такую же медвежью услугу, да. Поэтому, дорогие друзья, мы обязательно продолжим наши юридические консультации в этой студии. Еще раз огромное спасибо Сергею Смирнову. Ну, хочется всем пожелать удачи на дорогах и ни в коем случае не попадать в такие ситуации. Главное, не нарушайте, вести себя на дороге спокойно, предсказуемо, и наши консультации вам не понадобятся. Спасибо большое. До свидания. На этом у нас все. Это была программа «Попутчик». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова